Большинство из вас уже наверняка видели серию коротких роликов с созданием этих очаровательных малышек. И на самом деле именно благодаря вам существует как этот проект, так и этот ролик. Итак, вы на канале Амарт, давайте начинать! Как это обычно и бывает, у девочек-плиточек есть источник вдохновения. Я увидела такие керамические горшочки кашпо, и дальше полет моей фантазии было не остановить. Мне нравится в керамике то, как она блестит после глазури и обжига. Самозатвердевающей глиной и глянцевым лаком такого эффекта добиться невозможно, сколько слоев ни наноси. Так что в моей голове родилась идея покрытия изделия смолой. Мне нужна была картина, а значит лица девочек должны были быть на чем-то зафиксированы. Выбор пал на маленькие квадратные холсты. Я люблю свои старые арты, так что взяла их за референсы и переработала в едином стиле. Добавила парочку новых персонажей, один из них вдохновлен показом кинзо, другой портретом с генерированным нейросетью. И объединила всех вместе. В этот момент у меня в голове возникли образы милейших фигурок поп-март. Я прям не могла отделаться от этой ассоциации. И это, как ни странно, придало мне уверенности. Потому что, давайте будем честны, был большой риск нарваться на хейт и никакие показы. Ведь в своих портретных работах я преувеличиваю все, что я лично очень люблю. Однако некоторые люди считают недостатками. Большие лбы и носы, торчащие уши, азиатский разрез глаз. В детстве я мечтала стать азиаткой. Да, не космонавтом или учителем, а азиаткой. Думаю, именно это и повлияло на мой дальнейший стиль. Но и с большой вероятностью мультик «Дети дождя». Большое вышло лирическое отступление, так что давайте перейдем к самому процессу. Как я говорила ранее, для основы взяла холсты 20х20 на арголите. Это очень важно, так как холсты на картоне повело бы изо всех дальнейших манипуляций. Вырезала заранее заготовленный и распечатанный трафарет для более комфортной лепки. Лица лепить я еще учусь, так что это было необходимо, чтобы не ошибиться в пропорциях. Скажу наперед, у этого шага тоже есть нюансы. У каждой девочки пришлось что-то где-то наращивать по массе. Потому что объемная фигура – это все-таки не плоское изображение. Так что трудности начались с самого начала. Я отрезала и добавляла, снова отрезала и снова добавляла. Пока, по моему мнению, не получалось что-то сносное. Клеила голову к холсту на ПВА-столяр. Я работаю с глиной фирмы Джови, а с ней хорошо работает как раз этот клей. Надеюсь, Джови когда-нибудь будут работать со мной. Самую сложную девочку оставила напоследок, из-за маски на лице. Я очень переживала о том, получится ли вообще воплотить ее в жизнь. Ведь опыта с изготовлением таких маленьких деталей у меня не так уж и много. Насчет сложности девочек. Я лепила и красила их как раз в порядке от легкой до самой трудной в плане изготовления. По большей части на эти факторы влияли их прически, а уже потом все остальное. Иногда даже на этапе создания волос приходилось менять форму лица. Сначала меня это расстроило, но потом я поняла, что так каждая девочка становится уникальной. Да, эскизы я отрисовывала по одной модельке, так скажем. Но в результате мои руки слепили шесть, пусть похожих друг на друга, но все-таки разных девочек. Уши вообще оказались самыми простыми в лепке, хотя я думала иначе. У двух крошек получилось лепить ушки, вырезав емкость под колбаску, имитирующую ушную раковину. Носики лепила, образуя форму маленького оладушка из глины и растягивая ее вверх ко лбу, оформляя переносицу. А губы, ну, скажем, лепила из того, что был. Только на этапе монтажа я обратила внимание, что основа для создания губ у каждой девочки отличалась от предыдущей, хотя отрисованы плюс-минус одинаково. Обычно при создании глаз я использую какую-либо форму в качестве глазного яблока. Здесь же решила упростить задачу за счет миниатюрности самих изделий и с шилом разметила глаз и придала объем с помощью век. А парочка девочек вообще обошлись без них. На этом общая информация подошла к концу и мы переходим к более подробному обсуждению каждой девочки-плиточки и их создания. Не сказать, что первая девочка самая простая в изготовлении, однако мне она показалась более захватывающей для потенциальной аудитории. В целом, судя по просмотрам, я не прогадала. Так как эта часть ролика посвящена окрашиванию и заливке, скажу пару слов об акриле. Часто меня спрашивают, какими красками я пользуюсь. Я не берусь советовать, потому что акрил я по-прежнему не люблю. У меня в коллекции есть фирмы Декола, Олки, Таир, Матисса и Малевич. У всех есть плюсы и минусы, тут все индивидуально. Что касается минусов, я не хотела прям сильно далеко уходить от первоначальных цветов из референсов. И глядя на арт, по которому сделана эта девочка, думала, что акрил просто потемнел после высыхания, а он это умеет. Но потом мои воспоминания разблокировались, и я поняла, что тот старый арт вообще рисовала маслом, по крайней мере волос. В итоге оставила все как есть. Первая заливка. Силиконовых стаканчиков у меня нет, потому что я жила быха и мне жалко на них денег. Так что вы еще не раз увидите различные емкости, которыми я их заменила. Итак, начну по порядку. Первая. У меня была старая, застоявшаяся, по всей видимости, смола. Вторая. Я работала с открытыми шторы под солнечным светом, пусть и не прямым. Третья. У меня не было зажигалки и спирт. Четвертая. Изначально был всего один слой заливки. В результате кривое покрытие плоскости и куча пузырей. Спустя время, конечно, я это поправила новым слоем заливки. Поехали дальше. У второй девочки я далеко не с первого раза подобрала оттенок кожи и даже волос. Прическу, кстати, я изменила. На арте у девочки длинные волосы. Тут, можно сказать, я собрала их в пучок на затылке. В остальном, в плане окрашивания никаких проблем не возникало. Если не считать фона. Я очень не люблю красные пигменты. Не важно, масло это или акрил. Они максимально неукрывистые. Не знаю, как у остальных, но меня прям корежат от таких красок. Что по заливке? Я продолжаю работать с открытым окном и со старой смолой. Тут я уже предположила, что в появлении пузырей виновата кисть. Когда я погружаю ее в смолу, она покрывается ей только снаружи. Внутри ворса остается воздух. И он при нанесении и давлении кистью на плоскость выходит в смолу, образуя пузыри. Но от кисти я так и не отказалась до самого конца. Потому что просто не представляю, чем ее заменить. На кадрах, кстати, можно заметить, как сильно густела смола еще в процессе нанесения. И аукнулась мне это нехило. Еще до ОФ-лампы покрытие стало твердеть сверху. Предполагаю, что это из-за открытого окна. В итоге весь первый слой превратился в пленку. К счастью, мне удалось ее убрать без каких-либо последствий. И покрыть заново. Начиная с этой работы, я покрывала каждую девочку в два слоя. Одну пришлось даже в три. Но это исключение. Пузыри пока все еще со мной. Третья девочка-плиточка кажется самой простой. Но я боялась, что она станет настолько отталкивающей для зрителя, из-за чего перенесла ее изготовление на более поздний срок. И именно во время работы над ней у меня возникли ассоциации со старым советским мультфильмом про обезьянок, который я просто обожала. Проста в лепке и окрашивании, зато нисколько не проста в заливке. В этот раз я уже работала с закрытыми шторами, но смола все еще старая и густая. Я наконец купила корректор, но он портил поверхность смолы. Она под тяжестью брызг становилась бугристой и больше не выправлялась. Также для фона я перестала использовать кисть, но и это не помогло. Из всех девочек покрытие этой получилось самым неровным, что видно даже на итоговых фотографиях. Хотя я честно признаюсь, старалась подбирать такие ракурсы, при которых работа выглядит симпатично. Четвертая девочка переработана все так же из моего старого арта, для несуществующего артбука по ведьмам. И конкретно эта пустынная. Она была вдохновлена бедуинами, пустынными кочевниками. Я убрала малышке хвостики, оставила короткую стрижку и немного изменила цвет волос, чтобы холст не выбивался из общей массы, но при этом уменьшила контраст, так что она вышла довольно нежной. Еще мне очень понравилось делать ее кучеряшки, я хотела, чтобы они были похожи на мягкое облачко. По-моему, мне удалось. Четвертая плиточка и четвертая заливка. По большей части все без изменений, разве что я купила зажигалку, но и она не помогла. Огонь буквально плавил в смолу, не убирая пузыри. Хотя бы покрытие в этот раз получилось ровным. Налюбовавшись поп-мартовскими фигурками, мне захотелось сделать что-то контрастное и призрачное. Так меня потянуло в Азию. Изначально я хотела изобразить на лице защитные заклинания, но не нашла ничего более-менее подходящего. Скажу сразу, я не знаю других языков, так что вся надежда была на интернет и на то, что я не напишу на лице рецепт рамена. Так я вышла на показ Кинзо 16-го года. И вроде как был указан перевод. Люди, живущие в одном мире. Я решила, что это идеально, учитывая всю работу. Много девочек, каждая индивидуальна и все они вместе. После публикации этой девочки-плеточки в моем телеграм-канале, в комментариях написала девушка, за что ей огромное спасибо. Так мы пришли к общему знаменателю, несмотря на то, что из-за особенностей лица влезла не вся надпись. Наконец заливка. В этот раз старая смола у меня закончилась, я открыла новую упаковку. И внезапно все проблемы, с которыми я сталкивалась ранее, исчезли. Смола сама выравнивается спустя некоторое время. Пузыри легко убираются с зажигалкой. Счастью моему не было предела. Пока я случайно не забрызгала покрытие обезжиривателем. Именно эту девочку пришлось покрывать в третий слой. Счастью, все вышло удачно. Шестая девочка вдохновлена нейросетевой работой. Многие художники уже высказывались по этому поводу, так что я не буду ничего добавлять. Плюс я на своих картинах не зарабатываю, так что меня это не особо касается. Однако, грустно именно то, что ни один человек не приложил своих усилий для продумывания концепта, дизайна и изготовления самой маски и прочего декора. Но что хорошо, подобные вещи являются потрясающим источником вдохновения, как и случилось со мной. Что касается заливки, она прошла без сучка, без задоринки. Шестое покрытие все-таки. Главные цели всего проекта были достигнуты. Я практиковалась в лепке лис и причесок, также экспериментировала с заливкой и нашла решение своих проблем. Теперь давайте оформим всех малышек в раму. Для основы мне нужен был планшет 40х60 и в идеале толщиной до 2 см, но это было бы слишком хорошо, так что в магазине такого не оказалось. Пришлось брать планшет 39х55 и увеличивать его длину деревянной рейкой. Рейку приклеили к планшету на монтажный клей и им же дополнительно промазали шов. Я зафиксировала конструкцию малярным скотчем и оставила на сутки. Уголки для рамы отмеряла с запасом. Я хотела, чтобы между ней и плиточной кладкой был промежуток. С уголками мне помогал муж. Однажды я как-то пыталась пилить уголки в две руки. Получилось, мягко говоря, не очень. В четыре руки гораздо легче все это прижать и резать без каких-либо перекосов. Склеивала уголки между собой на ПВА столяр и фиксировала положение скотчем со всех сторон. Спустя сутки после склейки планшета и рама можно приступить к окрашиванию. Взяла готовый цвет из наличия. Я использовала его, когда рисовала холд с цветами на фоне неба. Это невероятный красоты оттенок. И по моим прикидкам он хорошо объединял всех девочек вместе. Из-за неровностей по бокам холстов плиточки могли неплотно прилегать друг к другу. Чтобы через эти щели не проступал цвет планшета, я наметила что-то вроде сетки тем же синим акрилом. И также оставила на сутки. После высыхания покрыла раму глянцевым лаком в четыре слоя. Может быть когда-нибудь я буду снимать это на камеру, но не сейчас. Пора вклеивать все элементы картины. Использовала все тот же монтажный клей. Нанесла его маленькими бусинками и растерла по плоскости соприкосновений. И стала сразу же приклеивать девочек к плиточке. Не смотрите на пыль, перед приклеиванием я каждую девочку тщательно очистила. Ну, давайте я не буду томить и посмотрим результат. Знаю, что уже неоднократно просила об этом везде, где только можно. Но, пожалуйста, напишите в комментарии, есть ли у вас любимая девочка. И как вам вообще результат в целом. Это очень поможет продвижению ролика. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки под этим видео. От меня огромная благодарность вам за поддержку. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok